На самом деле, у нас сюжет, мы попытались посмотреть, насколько вот этот вот механизм, который якобы очень совершенный, якобы помогает понять, чего хочет зритель, насколько он работает на, ну, грубо говоря, безусловном фильме. Вот, посмотрите, что у нас получилось. Задача. Проверить на прочность современную систему кинопроизводства. Исполнитель Роман Волобуев. 1968 год. Стэнли Кубрик снимает «Космическую Одиссею». Почти трехчасовой эпос по сценарию фантаста Артура Кларка. Первые 10 минут на экране одни обезьяны. Первые слова звучат на 25-й минуте. Финальные 15 минут – компьютерный видеоарт. Многое непонятно, но аудитория все равно в восторге. Это сенсационный фильм. Это новая художественная форма. Фильм собирает 190 миллионов. С учетом инфляции – это почти полмиллиарда долларов. 2009 год. Научную фантастику с экранов вытеснили комиксы. Средняя продолжительность фильма – полтора часа. Все большие проекты проходят обкатку на фокус-группах. Цель – максимально приблизить продукт ко вкусам потенциального зрителя. Что бы стало с «Космической Одиссеей», если бы Кубрик снимал ее сегодня? Чтобы узнать это, мы собрали главную в мире аудиторию. Менеджер, туризм, менеджер, студент. Поиск от работы. 18-24. 19-19? 20-24 года. На них работает вся мировая киноиндустрия. Пятый элемент видел. «Космическое Одиссея» не смотрел. Не видела. Не видел. Я считаю, что могу повлиять на кино. Судьба Кубрика теперь в их руках. Добрый день. Мы сейчас покажем вам кино фантастическое, которое называется «Честерни в космос». Это довольно амбициозное фантастическое кино, снятое молодым азиатским режиссером. До сих пор не вышел в прокат ни в Америке, ни у нас. Надеюсь, что вы, посмотрев его, дадите нам какие-то рекомендации о том, что с ним делать. Надеюсь, что вам фильм понравится. Спасибо. Понравился ли вам фильм? Фильм мне не понравился. Я в шоке, если честно, как будто режиссер-наркоман. Кажется, он был под какими-то психотропными веществами. Что конкретно вам не понравилось? Он нудный. Конечно, нудноват. Затянутый. Все это очень длинное. Слишком много сцен опять лишних. Здесь девочками еле ходящими. Что бы вы изменили в фильме «Будь у вас такая возможность»? Я бы убрал вот эту муть растянутую. Убрать музыку оттуда. Вот эти изъеденные штуки, когда вот эти. Ну, Бейонса, например, она бы и то интереснее смотрела. Бейонса. Там этот актер, который играл эту роль, он там думал, кубатурил. Я почему-то сидел, думал, сюда бы Том Крузов. Там акшена нет. Все спокойно, так плавно идет. Даже смотрите, какой-нибудь Армагеддон. Все на действиях идет. Все вот так. Прям интересно смотреть. Откройте дверь. Откройте дверь, мы все умрем. Я не могу этого сделать. Добавить в первую очередь девушку, чтобы была в этом фильме. Противоположность с полов. Маленький романчик. Она с Надкина могла бы сыграть. Именно вот любовную историю. Ты бы меня пожалела. Каких-то столкновений и войн можно было бы добавить. Перестрелка, может быть, сцены драк. Массовки не хватает. Что бы вы вообще посоветовали делать режиссеру? Я бы посоветовал снять другой просто фильм. Стэнли Кубрик представляет. Анна Снадкина и Том Круз. Космическая Одиссея 2001. В январе 2010-го. Разрешение. Том Ковр親. Ос vestity.